Приветствую тебя путник! Если ты смотришь данный ролик, значит ты хочешь построить на своей карте или на своем сервере вот этот прекрасный чудесный средневековый мост и я тебе желаю его построить по данному ролику. Если он тебе понравился, то поставь лайк. Ну а мы начинаем! Ну что, давайте начинать строить данный средневековый мост. Для этого нам нужно построить с двух сторон реки или рова, что вам угодно, вот такие вот лестницы. Собственно, они будут у нас находиться на расстоянии в 10 блоков. Ширина же этих лестниц будет состоять ровно 9 блоков. Ну и всего у нас будет примерно 7 ступенек вверх. И такая вот у нас прикольная тема получается. Теперь нам нужно начинать строить наш с вами мост. Собственно, мост построить это действительно просто. Я бы сказал, что это один из самых простейших средневековых мостов из тех, что вы можете построить. Но, безусловно, он очень красивый. Поднимаем вот эти все блоки и снутри мы все это будем, естественно, застраивать, потому что это будет начало нашего моста. Два блока вверх. Вот такая красота у нас получается. Теперь мы еще делаем два блока вверх. То есть делаем такие, как бы сказать, ступеньки для того, чтобы у нас в будущем получилась арка. То есть весь мост будет по факту каменной аркой, которая будет красиво украшена сама по себе. Итак, вот такая вот тема у нас с вами получается. Теперь еще поднимаем на два блока. На два. Там два блока вверх и тут два блока вверх. И нам нужно это все с вами застроить. Максимально круто, классно, опупенно. Мост будет выглядеть очень монументально. Он будет достаточно таким уверенным, скажем так. Так, теперь что же нам нужно сделать? Нам нужно вот отсюда, от самого края, начать строить вот такую вот вещь. Да? Вот так вот получается примерно. С каждой стороны нам нужно построить подобную вещь. То есть нам нужно сделать такой некий, я бы сказал, каркас. Так, вот отсюда мы начинаем строить его. Нам нужно построить некий, так скажем, каркас. То есть, чтобы у нас была вот такая вот вещь, да, как будто, не знаю, две двери открываются. Ну, мостовые вот эти двери. Я думаю, вы поняли простое. Итак, вот так вот у нас все это выходит. Вот такая вот красота у нас получается. Теперь здесь нам нужно отступить один блок. Ставим, естественно. И здесь также ставим. Теперь здесь мы отступаем один блок и застраиваем всю вот эту с вами красоту. Вот так вот все это у нас здорово получается. Вы можете заместо камней использовать, например, кирпичи. Да, то есть это будет в таком уж более, скажем так, современном стиле. Но все равно будет очень красиво. Вот такой вот мост пока что у нас получается. Что же нам нужно теперь? Теперь мы будем застраивать сам мост, скажем так, внутри. Да, то есть вот эту часть. Мы отступаем один блок. Обязательно отступить один блок, чтобы было красивше, круче. И просто вообще нереально классно. Почему-то вот здесь у меня подлагивает. Интересно, как это так получается. Вот такая вот тема выходит. С этой стороны мы делаем абсолютно точно так же. То есть отступаем блок внутрь и застраиваем это все. Да, чтобы у нас получилось нечто подобное. Здесь также отступаем один блок внутрь. Вот так вот. Вот эти блоки пока что не ставим. Их мы не трогаем. И здесь также один блок внутрь. Все пока что максимально просто. Да и вообще в целом постройка данного моста будет достаточно простой. Вот такая вот вещь у нас получается. Согласитесь, уже выглядит достаточно неплохо. И в принципе можно было бы застроить. Но нет, на этом мы естественно не заканчиваем постройку нашего с вами моста. Теперь, что мы будем делать. А теперь, во-первых, нам нужно заставить вот эти штуки кирпичными ступеньками. Точнее, каблстолными ступеньками. Для того, чтобы было вот так вот. И здесь мы делаем абсолютно точно так же. Ну и с той стороны, естественно, как вы понимаете, делаем абсолютно подобную вещь. Вот так вот. И вот так вот. Вот такая вот красота у нас получается. Итак, что же мы делаем с нашим мостом дальше? Здесь нам нужно создать некие опоры. Для этого мы берем другой камень. Обязательно, чтобы он выделялся. И ставим нечто подобное. Обязательно под воду это должно быть. Чтобы это выглядело именно как опора. И оно у нас должно идти на один блок. Скажем так, выступать. Точнее, на два блока от самого начала. Оно должно выступать. Вот. Примерно вот так вот. Это должно выглядеть как некоторая такая несущая колонна. Отступаем тут так же два блока. Стройте из начала. Я вам просто советую так делать. Просто на данный момент я играю с шейдерами. И как видите, строить мне не так уж и удобно. Так. Вот здесь вот у нас заканчивается. По-моему, шикарно выглядит. Отлично. Все получается так, как нужно. Теперь мы берем этот же блок. И нам нужно начинать строить вот здесь. Здесь у нас также должна быть ступенька. Лучше. Потому что без ступеньки будет уже не так красиво. Так. Ступенька. Как вы понимаете. И мы ведем эту штуку вверх. Да, она будет чуть-чуть закрывать наши вот эти ступеньки. Но это не так уж и принципиально. И она должна подниматься на три блока вверх. Вот так вот. Над самим мостом. Я думаю, вы поняли, что я имею ввиду. И здесь мы делаем абсолютно точно так же. Это некая колонна, скажем так. Которая будет три блока вверх. Да, три блока. Отлично. Получается пока что вот так вот. С этой стороны я повторил точно так же. И, собственно, основание моста у нас готово. Да, основание мы сделали. Теперь нам нужно завершить верх нашего с вами средневекового моста. Итак, что же нам нужно здесь сделать? Здесь все достаточно просто. Для постройки этой штуки нам нужно здесь отступить два блока. Ну, точнее, построить два блока. И делать вот такие ступеньки. Так, сейчас погодите. Да, нам нужна именно каменная плита. Потому что каменная плита намного лучше подходит, чем любой другой блок. Итак, а здесь у нас будет идти вот такая вот внутренняя штука. Как бы такая внутренняя кайма. Я думаю, вы поняли про что я говорю. Вот точнее вы видите вообще про что я говорю. Поэтому не буду никак это комментировать. Ладно. Собственно говоря, вот так вот мы с вами делаем. Оно должно выглядеть как поручень. Ну, так скажем, как поручень. Конечно, это не будет выглядеть уж прям как поручень. Но нам нужно создать хотя бы видимость. Так, здесь что мы берем? Так, подождите. Собственно говоря, здесь ничего сложного. Мы ставим просто блок. Делаем вот так. Ставим так же блок. Делаем вот так. И ставим все до конца. Я думаю, что вы прекрасно понимаете все это дело. Так, конец мы пока что не трогаем. То есть мы его оставляем так, как он есть. Мы пока что застраиваем всю вот эту часть нашего с вами моста. Так, а почему я с этой стороны начал делать так? Ладно, будет разный пример, скажем так. И вы сможете посмотреть на разные два примера постройки данного моста. Собственно говоря, так. Да, все верно. Все круто. Все классно. Здесь я почему-то не построил эти штуки. Упустил данный момент. Ладно. Здесь мы делаем так, так и вот так. И, собственно, проводим так до конца. Вот такая вот штука у нас получается. С разных сторон, из разных блоков. Уж извините, что так. Ну, зато будет как вам посмотреть, скажем так. Как это из разных блоков будет смотреться. Собственно, вот так вот. Из обычных блоков. Да, таких же. А вот так вот. И сплит. Ну, мне лично и сплит больше нравится. Но вы можете делать как вам угодно. Итак. На этом мы уже почти заканчиваем вот эту вот самую часть нашего моста. Здесь нам нужно поставить вот такие блоки. То есть доделать все кирпичом. Точнее, булыжником. Здесь мы ставим ступеньки булыжниковые. Вот такая вот вещь у нас идет. А, тут я уже поставил. Отлично. И, собственно говоря, все. Боковинка у нас с вами готова. Выглядит она примерно вот так вот. И теперь нам нужно взять любой блок. Деревянный, имею ввиду. Конечно же. Я беру еловые доски. Потому что мне нравится, как выглядит ель. Именно вот ель. И мы, собственно говоря, все это ставим вот таким вот образом. Ничего уж тут экстраординарного нету. Все это максимально просто. Здесь пока что мы не трогаем. Конец моста мы пока что не трогаем. Так, здесь обязательно вот так вот. Можете комбинировать каким-то образом блоки. Да, то есть, например, если вы захотели вдруг, то там, я не знаю, еловые и дубовые доски можете использовать. Почему бы и нет. В принципе, это будет выглядеть тоже очень даже красиво. И, собственно говоря, здесь нам нужно также построить вот такие вот лесенки. Вот так вот это все будет выглядеть. Отлично. Вот так вот у нас это все получается. Вот такой вот прекраснейший мостик. Конечно, мы его еще не доделали. Но вид он уже имеет достаточно классный и прикольный, согласитесь. Итак, давайте теперь мы с вами доделаем вот эти вот концы. Собственно, здесь мы ставим блоки. Вот такие вот. Ну, которые идут у нас основные, так скажем. Здесь мы ставим с вами булыжниковые ступеньки. А здесь мы ставим с вами вот такие ступеньки. То есть, это будет выглядеть примерно вот так вот. Да, возможно, есть вид небольшой незаконченности. Но не переживайте. Это будет недолго длиться. В конечном итоге мост будет очень классный. Так, здесь у нас вот такая вот. Собственно, нам нужно сделать небольшие парапеты, чтобы никто не упал. Поэтому мы с вами ставим следующим образом. Здесь берем и ставим булыжниковые ступеньки. А здесь мы ставим, то есть, либо блока противоположного, либо такого же. Смотрите, комбинируйте, как вам больше нравится. Я думаю, что вы уже поняли, как это что-то делается. Собственно говоря, здесь ступенька. И полублок. Отлично. Идем дальше. Полублок. Ступенька. Полублок. Ступенька. Полублок. Ступенька. Полублок. Ступенька. Ага. Здесь у нас идет неровно. Точно. Вспомнил этот момент. Здесь должно быть две ступеньки. Полублок. Ступенька. Полублок. Да, должно идти вот так. Чуть не забыл про эту очень важную вещь. полублок ступенька полублок ступенька полублок ступенька отлично вот так вот у нас получается мы будем здесь ходить и у нас здесь будет некоторый такой парапет я думаю вы поняли просто я говорю здесь мы повторяем я делаю из противоположных блоков вы можете сделать так вот как вам нравится то есть можете из таких же блоков делать я вам просто показываю пример который вы можете построить у себя на карте или на сервере возможно вдруг вы строите там спавн или еще какую нибудь подобную вещь собственно вот так вот у нас получается согласитесь выглядит уже достаточно здорово пишите в комментариях какая вам сторона больше нравится то есть вот такая или вот такая мне нравится больше вот такая честно выглядит как-то более интересно красиво и прикольно и собственно вы наверное спросите зачем я вообще поставил вот эти колонны для чего они нужны они нам как раз таки нужны они нам нужны просто как такая интересная внешняя вещь которую мы можем с вами немножко которой мы можем с вами немножко разнообразить нашу постройку давайте здесь я буду использовать вот такую колонну например то есть в принципе можно вот так можно вот так делайте как вам больше нравится экспериментируйте постройках я вам покажу опять же 2 2 вариации которые вы можете устроить у себя и вы выберите просто которая вам больше нравится больше подходит собственно вот эти вот так скажем крестики они никак не заканчиваются а вот на эти штучки сверху ставится вот такая вот еще плита камень выглядит это подобным образом то есть она как будто несущая колонна но мы ее с вами некоторым образом украсили и сделали чуть красивше ну собственно на этом наш мост полностью построен мы сможем с вами убрать наши зеленые штуки и посмотреть на то как он будет выглядеть в своем идеальном законченном варианте дальше вы можете строить свои там дорожки куда хотите и повторить подобный мостик у себя на карте в вашем мире в майнкрафте я надеюсь что ролик вам понравился спасибо если вы поставили лайк если вы посмотрели этот ролик также спасибо я с вами не прощаюсь скоро увидимся всем пока